Первые шаги фотографии я там делал еще в пятом классе, просто мне бабушка подарила фотоаппарат «Зенит», я фотографировал какие-то там растения, травинки. А потом уже, когда учился на юрфаке, я потихоньку начал снимать однокурсников, какие-то делать групповые портреты. Банально, чтобы просто пытаться себе заработать на вспышку или на какой-то очередной объектив. У меня не было особого выбора идти по профессии, либо заниматься фотографией. То есть я уже понимал, что, в принципе, я занимаюсь фотографией, мне это нравится. Первое, что я сделал за деньги, это сфотографировал класс, свои классные руководители. Потом постепенно я начал заниматься уже коммерческой фотографией. В 2011 году сам сделал в городе первую фотошколу. На сегодняшний день я сотрудничаю с Fujifilm. Это производитель фотоаппаратов, на которые я снимаю. Я путешествую по России периодически, провожу какие-то лекции по тревелу, например, фотографии, и просто рассказываю, как я на эти камеры снимаю. Я снимаю свадьбы в Горном Алтае. Также помогаю барнаульскому, не только бизнесу, делать коммерческие фотографии. Помимо этого у меня есть фотостудия. Если я куда-то еду, я тоже там стараюсь что-то делать. Ездил снимать свадьбу в Индии, фотографировал в Италии. Рост можно связать со своим, наверное, внутренним эстетическим ростом, потому что чем больше ты, не знаю, впитываешь какой-то красоты вокруг, тем больше у тебя в визуальный багаж, который позволяет тебе сделать какую-то красивую картинку. Коронавирус, да, был такой. Я сидел дома и снимал подсолнечное масло. То есть ни одной фотографии человека я не сделал, потому что все тоже попрятались. Никого, конечно же, не получилось снять. И те мои коллеги, кто, допустим, снимает только портреты, но они прям очень сильно пострадали в этом плане. У меня как-то было чуть проще, потому что, ну вот, получилось поснимать там еду, получилось поснимать что-то вот тоже для бизнеса. Поэтому, собственно, я и занимаюсь не только там съемкой людей, я занимаюсь и съемкой для бизнеса, для заводов, там еще для чего-то. Вот. Это позволяет как-то даже в такие, ну, трудные времена держаться где-то на плаву. Работать самому на себя, ну, это иметь ответственность перед самим собой. Нужно свои все личные дела правильно организовать, правильно организовать поиск заказчика, правильно организовать саму работу. Фотография позволяет шире смотреть на мир, фотография позволяет путешествовать, фотография позволяет знакомиться с очень интересными людьми. Если ты занимаешься фотографией только как бизнесом, ну, наверное, тут нечего делать фотографии, потому что это, наверное, не сильно прибыльно и не сильно интересно, если воспринимать это как бизнес. Все сведется к какой-нибудь съемке там фотографий на паспорт. Фотография — это образ жизни. Фотография — это образ жизни. Фотография — это образ жизни. Продолжение следует...